Российская индустрия смешанных единоборств продолжает являть на свет собственных героев, среди которых Владимир Минеев. Пять лет назад Волжанин был чемпионом мира по кикбоксингу, а сегодня он готовится к одному из самых громких реваншей в истории отечественных ММА. По такому поводу мы вспомним путь Минеева к вершинам бойцовского спорта и покажем лучшие нокауты дерзкого парня с берегов Волги. Заниматься единоборствами Владимир начал в Ульяновске. Сначала он пробовал себя в карате, потом переключился на бокс, но в итоге закрепился в кикбоксинге. После многочисленных побед на местных турнирах Минеев решил продолжить любительскую карьеру в Москве. В 18-ти годам он покорил первенство России и Европы и перешел на профессиональный уровень. В последующие годы Минеев активно выступал на международной арене, где сумел стать чемпионом мира по трем основным версиям. В 14-м году он принял решение начать карьеру в ММА и подписал контракт с молодой отечественной организацией Fight Nights. Первый поединок 24-летний Минеев провел против бразильского кикбоксера Фернандо Алмейды. Уже на первой минуте он уронил соперника и бросился добивать. Бразилиц отчаянно пытался спастись, но волжанин довел дело до конца. После успешного дебюта Минеев выступил на первом турнире промоушена Ахмат, где встретился с испанским бойцом Иваном Седо. Соперник с отрицательным рекордом 1-4 пытался перевести бой в партер, но российский кикбоксер показал уверенную защиту от тейкдаунов. Под занавес первого раунда Волжанин пошел в наступление, где серия атак финишировала оппонента. Если есть сейчас задача... Ох ты! Красавец просто! Нельзя тут... Уронил, молодец! Раз, стоп, 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 стоп! Для следующего поединка Владимир вернулся в Fight Nights, где уже в главном событии вечера разделил клетку с чемпионом турниров ProFC и M1 Михаилом Шейном. Это был первый серьезный оппонент на пути Минеева, но никаких проблем у Волжанина не возникло. С первых секунд он доминировал в стойке. И в конце первого раунда завершил поединок. Дальше оппонировать российскому бойцу вызвался хорват Юсип Переца, который обладал рекордом 5 к 1 и имел серьезные достижения в грэплинге. Уже на старте бойцы сцепились в борьбе, в результате которой Владимир оказался сверху. Волжанин стал вкладываться в удары, однако увлекся процессом и попался на рычаг локтя. Хорват был близок к победе, но Минеев выбрался из патового положения и перешел к жесткому граунд-энд-паунду. Есть! Жестко попал! Три! Все! Есть победа! Оооо! Вот это победа! Нокаута! Юсип Переца мы желаем! Уровень оппозиции продолжал расти. Следующим соперником Владимира стал ветеран UFC Ксавье Фупапакам. Француз имел свыше 50 боев, являлся чемпионом локальных промоушенов и побеждал близким решением Магомеда Исмаилова. Как только прозвучал гонг, Фупапакам помчался за тейкдауном. Но Минеев заставил его биться в стойке. Уже под конец первого раунда он прижал француза к сетке, где исполнил финальную комбинацию. В эту ночь Волжанин оформил пятый нокаут подряд и окончательно превратился в новую восходящую звезду отечественных смешанных единоборств. На 44-м турнире Fight Night Сминеев столкнулся с чемпионом Беларуси по кёкушинкай карате и рукопашному бою Борисом Мирошниченко. Стартовый отрезок прошел на равных, но уже во втором раунде российский боец стал диктовать ход поединка. В очередной атаке Владимир отправил соперника на канвас, а потом забрался за спину и хладнокровно усыпил. Волжанин показал, что теперь он не просто кикбоксер в клетке, а полноценный боец смешанного стиля. После очередной яркой победы Владимир получил возможность помериться силами с Ясуби Энамото. Швейцарский самурай являлся бывшим чемпионом М1 и имел победы над такими бойцами, как Хусейн Халиев и Шамиль Завуров. В первом раунде Янамото донес тяжелую комбинацию, но это только завело Минеева. Волжанин стал смело наступать вперед, орудуя короткими, но жесткими силами. Исход противостояния решал третий раунд, где Минеев сумел вырвать победу. Заработав за первые два года в ММА рекорд 8 к нулю, Волжанин сошелся с соперником иного калибра. Это был бывший боец UFC и чемпион гран-при Беллатар Майкель Фалькао, который последние годы усердно пытался вернуться на прежний уровень. За первый раунд Владимир оформил три нокдауна, однако после каждого падения бразилец продолжал подниматься. Аперкот застрял между рук бразильца, локти подключает. Уже в следующей пятиминутке Фалькао перешел в контрнаступление и сумел стащить россиянина в партер. В заключительном раунде Минеев пытался переломить ход встречи, но бразилец продолжал идти на пролом и забрал победу судейским решением. Фалькао отвечает двумя аперкотами. Майкель Фалькао! Владимир болезненно перенес первое поражение и настоял на незамедлительном реванше. Но перед тем, как выйти в клетку, он решил кардинально изменить свой процесс подготовки. Минеев перебрался в Дагестан, где стал тренироваться в зале Universal Fighter под присмотром Расула Магомета Алиева. Именно в Солнечной Республике Волжанин сумел окончательно перестроить свой ударный стиль под ММА, а главное, сделал большой прогресс в освоении борцовской техники. Когда пришло время реванша, многие ожидали очередной вязки поединок, но Волжанин был заряжен решить все максимально быстро. На старте первого раунда Минеев пробил бразильцу печень и яростно бросился добивать. Фалькао находился в пассивной обороне, но рефери не останавливал бой. В итоге российскому бойцу пришлось нанести свыше 50 безответных ударов, чтобы судья наконец отказался от своей ставки. Благополучно закрыв поражение, дальше Минеев встретился с Андреем Михаэлидисом. Боец под прозвищем Спартанец считался главным проспектом Греции и одержал 8 побед в последних 10 поединках. Первый раунд сложился в пользу россиянина, но второй отрезок остался за Михаэлидисом. В заключительной пятиминутке оба бойца заметно выдохлись и решили просто устроить рубку. В этой битве, где уже решал характер, а не навыки, победителем вышел Волжанин. Одержав 10 победу в карьере, Владимир возглавил первый турнир Fight Nights в Китае, где скрестил перчатки с чемпионом мира по панкратиону Павлом Масальским. Белорусский боец обладал отрицательным рекордом, но двигался на серии из трех побед подряд. На первых минутах Минеев поработал в стойке. После перевел бой на канвас. В партере Волжанину хватило минуты, чтобы придумать удушающий прием и заставить соперника сдаться. К 2018 году Владимир Минеев превратился в главную звезду промоушена Fight Nights и в одного из самых известных отечественных бойцов. В России, где образ атлета традиционно ассоциировался со сдержанным и молчаливым человеком, Волжанин заметно отличался. Он регулярно появлялся в медиа, а превыше всего, умел привлекать внимание к своим поединкам. Когда имя Минеева оказалось на слуху, ему стали регулярно бросать вызовы, где среди тех, кто желал разделить с ним клетку, самым ярким оказался Магомед Исмаилов. Между бойцами завязался конфликт, который благодаря идеальному антагонизму сторон превратился в самый ожидаемый поединок в российских ММА. Бой Минеев-Исмаилов стал центральным событием 90-го турнира Fight Nights Global. Первые раунды забрал Лысый Хищник. Но ближе к экватору уже включился Волжанин. Минеев держался на дистанции и вкладывался в одиночные удары. А Исмаилов рвался в ближний бой и охотился за тейкдауном. Последнему раунду оба были на исходе сил, но продолжали биться до самого финального гонга. Подобным образом поединок добрался до судейского решения, где один выбрал Минеева, второй указал на Исмаилова, а третий выставил равный счет, в результате чего была объявлена ничья. Этот исход породил много споров, которые в свою очередь создали слухи о скором реванше, но стороны не сумели договориться и решили отложить эту идею до лучших времен. После громкого поединка Владимир имел возможность перейти в любой промоушен, но предпочел продолжить выступление в родной лиге. Следующий бой он провел против Милоша Костича. Сербский боец с рекордом 7 к 1 был неизвестен на международной арене, но при этом не проигрывал уже пятый год. С первых мгновений российский боец занял центр клетки и стал расстреливать соперника. Серп раз за разом вкладывался в оверхенд, но все было мимо. На третьей минуте Минеев свалил соперника на канвас и прицельным ударом завершил бой. Следующее появление волжанина состоялось на фестивале смешанных единоборств в Донецке. В кульминации бойцовского вечера он столкнулся с представителем Бразилии Диего Диасом. Боец со стороны карнавалов шел с рекордом 10 к 2 и носил черный пояс по джиу-джитсу. Бразилец сумел забрать первый раунд. Но дальше Владимир нашел свою игру. Он методично работал в стойке и результативно действовал в партере. В третьем раунде Минеев закрепил преимущество и одержал победу единогласным решением. В мае 2020-го он выступил на дебютном турнире новой организации, где вышел в клетку с Артуром Пронином. Боец с оригинальным прозвищем «Хищник» не мог похвастаться значимыми регалиями на высоком уровне, но имел на счету свыше 15 досрочных побед. Поехали! Бойцы начали поединок с аккуратной разведки на дистанции, но как только Минеев вложился в удар, все было кончено. Левой ноге. Есть! Вот это нокаут! Одним разящим ударом! Болжанин одержал уже 10-ю победу в первом раунде и оформил один из самых брутальных финишей в карьере. Финиш! Финиш! Ну что ж, опоздал... Сегодня Владимир Минеев чемпион Fight Nights и полноценная звезда российских смешанных единоборств, но вопреки прошлым и текущим регалиям, самый важный бой у него впереди. Реванш между Минеевым и Исмаиловым – один из крупнейших поединков в отечественной истории ММА, который разделит спортивную карьеру волжанина на до и после. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться, а главное, будьте здоровы и помните, настала РММА! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова